они готовятся настолько быстро что я наверное тоже дома себе приготовлю всем привет я николай леньков и вы на моем youtube канале а мы для вас открываем новую рубрику с эвикю фитнес меня зовут лера корж и я автор систему тренировок в нашей онлайн школе с помощью спорта я учу девушек любить свое тело меня зовут алена поддубная я нутрициолог и автор системы питания в нашей онлайн школе и вместе мы научим вас готовить быстро и вкусно по рецептам из их онлайн школы у меня в гостях и лера и мы сегодня для вас что-то вкусненькое приготовим всем привет мы сегодня будем готовить с вами тефтели они будут у нас из куриного фарша но также можно использовать и индейку они будут состоять также из риса традиционном рецепте риса идет больше но так как мы хелси готовим соответственно риса у нас будет окно они также они будут у нас в соусе который будет состоять из моркови лука и шампиньонов отлично я тогда приступаю к приготовлению а тебе сразу же вопрос набор интересный и ты как специалист в области фитнеса скажи мне пожалуйста когда вот такое можно употреблять своем рационе и как совмещать правильно с тренировками а я пока начну готовить соус окей для того чтобы тренировки были действительно качественные а в основном все хотят тренировки на жиросжигание чтобы похудеть то тогда нужно сохранять промежутки между приемом пищи и тренировками идеально если выполнять тренировку утреннюю натощак мы говорим о тренировках которые идут собственным весом либо же с фитнес резинками то есть не с гантелями не со штатами где может загружиться голова потому натощак это самая идеальная тренировка после чего через 40 минут должен быть прием пищи завтрак если тренировка будет происходить в дневное время то тогда нужно выдержать два часа после приема пищи потом тренировка и после этого через 40 минут тоже у нас идет прием пищи будет соусом из моих слез отлично такого в вашем рецепте нет дальше а если тренировка вечернее время суток то тогда такой же есть диапазон времени через два часа после приема пищи идет тренировка а потом приема пищи уже нет потому что там у нас появляется трехчасовое окно перед сном в теле можно кушать на обед и также их можно кушать на ужин потому что у нас небольшое количество идет риса в них соответственно для приема пищи на ужин это будет отлично я посоветовала на ужин их сочетать с свежими овощами либо же запеченными записали а теперь трем морковь значит так я приступаю к пассировке буду ее жарить в кастрюльке не будем сейчас вот это вот плодить куча сковородочек кастрюлечек потом прохвеня духовочкой тогда все приготовим в одной кастрюльке либо можно взять в одной сковородке все приготовить пока я буду готовить у меня есть вопрос на разрушение мифа либо его подтверждение что она все-таки существует я хотел тебе задать вопрос по поводу тренировок дома эффективно ли это окей это сейчас задаваемый вопрос исходя из того что у нас онлайн школа соответственно абсолютно все тренировки девушки выполняют дом их можно выполнять и в зале и на улице и на берегу моря океан вообще абсолютно где угодно мне на берегу океана поддерживаю у меня как была тренировка на рядышком с колизеем вот здесь важно то секунда пишите в комментариях где у вас каких интересных местах была тренировка классно у меня была тренировка и на берегу индийского океана и колизея и барселона в общем это очень круто факт том что оборота тренировки они задействуются либо защита с резинками либо за собственным весом или не нужен зал с кучей всякого оборудования и при этом ты получаешь очень классно тренировку по системе которая занимает всего лишь 30 минут времени из-за того что там есть четко выстроенный таймер ты не тратишь зря время и прокачиваешь абсолютно все свое тело исходя из того что наш курс прошло уже около 6 тысяч девушек которые получили свой результат то я тебе хочу сказать что до работы ровки дома работают супер напишите в комментариях тренируетесь ли вы у себя дома и получается или нет насколько я знаю самая большая проблема у всех это с дисциплиной стали сделать конечно потому это то над чем мы тоже работаем чтобы правильно распределить и график систему потом у нас есть отчеты до дисциплины не хватает очень многим но для этого и существуют тренера типа таких как она да да процесс у нас замечательный уже пахнет уже припущенной морковкой с лучком все как всегда быстро на удивление друзья без всяких там предвзятых в этих рецептах очень все быстро получает ты не что-то разрешишь делать я тебе я тебе могу разрешить что-то делать без проблем могу мяч фарш давай ты разомнешь фарш это же физическая нагрузка вот тренировка у нас будет тренировка лера будет мять фарш так возможно можешь показать как можно мять фарш и одновременно тренировать какие-то группы мышц какие группы мышц я думаю что здесь вот на задействоваться плечи а ну давай и возможно бицепс мы мешаем вместе с рисом верно замешиваем рис уже у нас приготовлен как я поняла судя потому что он мягенький да отваренный мы взяли басмати мой любимый рис если честно басмати отличный просто девушки если вы станете чуть-чуть на носочки и будете вкладывать еще вес своего тела то тогда у вас принципе будут немножечко напрягаться руки нужно что насыпать сюда я еще под целю девочки перед тем как вставать на носочки и мять нужно еще подсолить достаточно нам не надо много а еще можно радов под перчить давай красота класс если честно мне всегда особенность в детстве нравилось этот процесс я не зря у тебя попросила его сделать мять фарш мять фарш да я его люблю отбивать но вот отлично я помню ты это а я отобью или сначала отбивай потом нет сначала перемешивают правильно а потом уже отбивают значит овощи уже слегка припущены и настал тот момент когда мы не пить кого кивтели они теперь ли сейчас мы начнем да но перед тем как мы начнем тефтели мы еще добавим туда томатной пасты для пикантности немножко и знаешь есть заблуждение о том что здоровое питание это невкусно все сразу представление о гречке огурце и от вареная не века куриной грудки так вот я вам хочу разрушить этот момент посмотрите сколько мы используем классных продуктов пахнет безумно вкусно вот попробуйте дома поймете но и это очень качественный будет прием пищи я могу ли пить тиктели так мы же говорили что я еще отобью их ну фарш ты будешь месить а я буду отбивать я никогда не отбивала фарш а я сейчас отобью я тебе объясню зачем это даже он вот это мне интересно потому что я всегда вот уже с этой массы леплю тефтели не 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 можно лучше смотри ребята в общем давайте сейчас пока не начали лепить я вам расскажу коротко и быстро что у нас тут происходит значит в кастрюльке я обжарил лук с морковью на оливковом масле добавил туда шампиньоны и еще немножко прожарил добавил томатной пасты залил это водой подсолил подперчил сейчас это все дело закипит и мы туда будем погружать тефтелечки вот похоже на министроны да похоже на министроны вот я вам сейчас покажу вот такая вот жижица получилось так значит для чего нам вообще замешивать фарш и отбивать его это делается для того чтобы обогатить его кислородом он стал пышнее и тефтельки лучше держались то есть вся фарш масса будет лучше держаться в куче и не развариваться не распадаться то есть мы берем вот такую вот часть фарша и легенько в тарелочку так раз раз друзья мы попробовали наш фарш после того как отбили он малосольный мы немножко до соли как бы там соль не было вредно огурцах то говорят ну почему малосольные соленые огурцы не фарш тоже бывает малосольным поэтому давай тебе придется запачкать еще раз свои ручки теперь можно лепить нет нужно перемешать и будешь лепить а лепить будешь кефтельки на вот эту вот тарелочку согласно а какие по размеру и какие хочешь давай как вот этот вот шампиньончик супер поняла чем меньше будет тефтелька размеры тем быстрее да тем больше можно съесть и тем быстрее она приготовится кстати чтобы легче и быстрее красивее получались шарики руки можно смочить водой либо смазать маслом пошла и и тут лера пошла мыть руки доводим до вкуса правда лепить стало легче но они сразу красивые видишь такие получают так в пассировку для тефтелей мы добавим соевого соуса он придаст вкуса пикантности будет очень вкусно также мы добавим италийских трав произвители не будем показывать он мог бы быть спонсором нашей программы нет но не сегодня не в этот раз вот опять пробуем и уже пахнет очень вкусно вы посмотрите какие у леры получается тефтели так друзья мы потихоньку будем погружать наши тефтельки наш соус вот так по одной берем и опускаем сколько они должны готовиться я думаю минут 15 и все готово не спрашивает аж наши рецепты да а знаешь почему ли у нас сейчас сидит и ждет нас потому что тефтели очень рада да давай сделаем последнюю тефтелю прям такую ну давай хорошую но если шоу ты лепила если что я съем просто мне уже аромат начинать давай бомба лейла тефтельки уже все в кастрюле закипели накрываем это дело крышечкой ставим на маленькую температуру и тушим их минут так 12-15 не нужно перетушивать вытушивать мы готовим просто и быстро и это наш козырь они готовятся настолько быстро что я наверное тоже дома себе приготовлю по ну что же ребят прошло у нас 12 минут и будем доставать наши тефтели в тарелочку 15 я говорил 12-15 12 минут достаточно я готова ты готова так достаем наши тефтельки в тарелочку я пойду за вилочкой кстати это очень классно потому что можно приготовить так и на 3-4 дня время сэкономили прием пищи есть до холодильничек запрашивали минут и на 4 дня у вас есть к основному приему пищи собственно самый главный ингредиент белок да грибочков подливки сюда еще одна она не влезет этот гигант который был последний так теперь остается украсить это лишь зеленью ну а теперь остается пробовать не пробовать потом а сейчас мы набросаем сюда петрушечку красить свеженькой просто вот так нарвем вот и все все наше блюдо готово друзья вот такие тефтелечки 12 минут на плите еще минут так ну максимум 12 подготовки грубо говоря полчаса это по максимуму еще под музычку потанцевать попеть на кухне что вам сказать готовьте готовить умеет каждый готовить можно просто и быстро вкусно и полезно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видосу и пишите в комментариях как вам лера и как вам нашите в теле давай пробовать давай пробовать так ну что ты готова так давай нормально и такие диетические тифтельки для ппшников одобрено одобрено рекомендую рецепт проверен